Друзья, всем привет! В этом видео я расскажу вам, можно ли ездить или нельзя на машинах из стран Таможенного Союза, а именно Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан. Также я поделюсь с вами еще одной новостью, я поменял свою Honda Legend, о которой я снимал видео, оно есть на канале. Поменял снова ключ в ключ, без доплат, на вот этот вот прекрасный автомобиль Subaru Legacy 2008 года, 2 литра, турбо, 260 лошадей. О нем я сниму отдельное видео, более подробное, сделаю на этот автомобиль небольшой обзор и чуть позже все вам расскажу. Сегодня мы поговорим о машинах Таможенного Союза. Поехали! В последнее время этих машин на дорогах становится все больше и больше и лично меня интересовал довольно-таки долго этот вопрос. Как люди на них ездят, законно это или незаконно. И я лично, рискнув, скажем так, решил попробовать, взял себе такой автомобиль, то есть Subaru. Она на киргизских номерах, на киргизском учете. Причем взял я ее на тот момент еще до конца не зная. То есть все нюансы, все тонкости. Уже после того, как я ее взял, я проконсультировался очень подробно с одним грамотным человеком. Если говорить вкратце, то да, можно ездить на этих автомобилях гражданину Российской Федерации. Но обязательно автомобиль должен быть Таможенного Союза. Страны я уже перечислил. Это Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан. На данный момент все они являются членами Таможенного Союза. И на основании Таможенного Кодекса Таможенного Союза гражданин Российской Федерации имеет право передвигаться без проблем на этих автомобилях. При остановке инспектором ДПС вы обязаны предоставить ему водительское удостоверение, техпаспорт на машину. То есть у нас она называется СТС. В каждой стране она разная, по-разному выглядит, но она должна быть у вас. И также страховку, в которую вы должны быть вписаны. Этих документов достаточно для того, чтобы передвигаться на этих автомобилях. Также, помимо этих документов, некоторые инспекторы могут потребовать с вас, что уже не совсем законно, доверенность, на основании чего автомобиль вам принадлежит. И именно для таких случаев я вожу с собой доверенность всегда в автомобиле. То есть при покупке такой машины собственник, кто официально является собственником автомобиля по всем документам, по той же СТС, должен выписать на вас доверенность. Тогда вы уже полноправный владелец данного автомобиля. Если в доверенности указано право передоверия, право пользования, право перерегистрации, продажи и так далее. То есть доверенность должна быть полная, развернутая, заверенная у нотариуса. Какие минусы у данных автомобилей? Первое, это левые документы. То есть эти машины привозят непонятно как в Россию, покупают на них просто левые документы. Машины не стоят на учете в тех странах. Соответственно, при проверке инспектором он может сделать запрос на таможню. Соответственно, выявится, что ваша машина это просто левак, просто воздух. У вас ее могут забрать на штрафстоянку до выяснения обстоятельств. То есть это действительно очень важно при покупке такой машины понимать, что у нее реальный учет в той стране, откуда она как бы приехала. Еще вариант. Вы можете сами полететь в Армению, сделать там временную регистрацию и непосредственно уже там сразу купить машину и поставить на учет на себя в Армении. Приехать сюда и ездить, не переживать. То есть документы. Очень важно смотреть на документы при покупке. Они не должны быть левые. Тачка должна быть вся ровная по документам. Это конкретный такой единственный минус глобальный. Перейдем к плюсам. Вы не платите штрафы. Не знаю, как для Белоруссии говорят, что уже сделали общую базу единую для России и для Белоруссии. То есть на белорусских номерах якобы приходят штрафы людям. Но я не уверен. Знаю, что по остальным странам нет общей базы с Россией. Штрафы не приходят. Налог слышал, что вроде как на армянские машины приходит налог. Но опять же, если вы не планируете ехать в Армению на данном автомобиле, то для вас это не будет проблемой. Вас это никак не коснется. Но в идеале вы должны будете оплачивать налог. Штрафов нет. Еще к плюсам. Помимо отсутствия штрафов и налога, можно отнести то, что вы не платите за парковки. И еще один глобальный плюс, то есть почему эти машины в принципе интересны на рынке российском, это их стоимость. То есть машины могут стоить примерно в два раза дешевле, такой же, но на российском учете. И стоит задуматься, есть ли смысл переплачивать. Вы покупаете автомобиль в два раза дешевле, и вы не платите налог, вы не платите штрафы. Просто заливаете бензин, обслуживаете автомобиль и катаетесь в свое удовольствие, кайфуете. Эта тема существует уже не первый год, но все равно люди до сих пор боятся. Она не очень распространенная, и люди опасаются таких машин. Но в целом, если машина ровная, с реальными документами, то опасаться тут нечего. Можно покупать, ездить и кайфовать. Всем удачи, друзья. Всего доброго. Я поделился с вами своими знаниями, тем, что знаю сам. И опять же повторюсь, я вещаю это не просто как в воду какую-то. Я купил себе сам такой автомобиль сейчас на киргизских номерах. На свой страх и риск, но казалось, что риска здесь нет. Документы ровные. Все, друзья, всем пока. Ожидается несколько новых видео на канал. Одно из них это полный обзор Субаря и еще несколько интересных видео разных тематик. Жду вас на канале. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok